Фух, что сейчас было, ребята, вы не представляете. Короче, рассказываю всё по порядку. Моя мама смотрела за малой, она до этого принимала таблетку нитроглицерин. И она отвернулась позвонить буквально папе, поворачивается, а Настя этот нитроглицерин рассыпала. И страшнее всего, что нитроглицерин по форме, он напоминает те таблетки, которые мы Насте даём для зубов, чтобы они не болели. И мы не знали, она съела таблетку или нет. Мама тут же зовёт меня, я прибегаю, спрашиваю, Настя, ты ела таблетку? Она говорит, да. Я лезу в интернет, читаю, первую ссылку я нахожу, что нитроглицерин, это такая хрень, сердечная хрень, которая, во-первых, всасывается моментально и может привести к остановке сердца. И желудок не промывают, а колют адреналин. Очень быстро вызывается скорая, Оля прибегает тоже очень быстро. Это не шутки, это нитроглицерин, опасная таблетка достаточно. Она для взрослых. И мы тоже на взводе, что делать, не знаем. Оля пытается дозвонить педиатру, бесполезная, к сожалению. Очень быстро вызываем скорую. Скорая приезжает за 5 минут, ребята, это круто на самом деле. Я думал, мы будем ждать их до синих веников. Понятно, Настя, она не признаётся, она съела или нет, она кивает. Ребёнок маленький, она ещё не говорит. Но скорая нас успокоила. Врач, ну, я не знаю, он педиатр, не педиатр, говорит, ребята, если бы ваш ребёнок съел нитроглицерин, он бы уже лежал в горизонтальном положении, когда мы пришли. Потому что он вызывает моментально, он всасывается и вызывает действительно понижение давления, пульса. И ребёнок бы просто лежал без сознания или в сознании, но в горизонтальном положении. Ваш ребёнок живчик, она реально никак в поведении не изменилась. Оля даже побежала, свои часы приложила к Насте, они пульс меряют, Apple Watch. Часы, собственно, показали, пульс 123, а врач тоже, который приехал, сказал, для вашего возраста абсолютно нормальный пульс. От 120 до 125, год и 9 месяцев, ну, 10 почти. И успокоили ребята, тоже на позитиве приехали, слава богу, потому что врачи, как правило, лечат. И ещё и успокаивать они должны не только лечить, а ещё и морально, да, немножко понизить градус напряжения, там, шуточки, прибавудочки, там, да. И рассказать, что, ребят, ничего страшного, если ваш малыш съел нитроглицерин, хоть там одну таблетку, две, паниковать не стоит. Вот действительно лучше вызвать скорую, чтобы они вас успокоили, потому что мама тоже на взводе, она постоянно очень переживает за детей. Это понятно, это пятая внучка у неё. Тоже, естественно, перепугались, а что делать? И мы бы не простили себе, если бы мы не вызвали скорую, то есть надо было думать, а съела она, не съела. А так скорая приехала и развеяла все наши, как бы, сомнения, опасения. Сказали, всё нормально, не переживайте. Они тоже понаблюдали за ней, когда у нас находились. Поэтому, ребята, совет всем, у кого ребёнок съел нитроглицерин. В интернете есть в поиске такой запрос, то есть, я так понимаю, очень частый запрос. Но, во-первых, не паникуйте, вызывайте сразу скорую. И, второй, не читайте интернет, потому что там хрень всякую могут писать и пугать. В теории, да, может оно вызвать остановку сердца, но, как показывает практика, такого не происходит. И, ну, просто скорую вызовите для успокоения и сами успокойтесь. Фух, выдыхаем, двигаемся дальше, это жизнь, такая, как она есть. Никто не ожидает таких моментов, естественно. И тоже врач пошутил, что даже когда он маленький был, все дети через это проходят, что-то отчебучивают. И он, говорит, кисточку в нос тоже там засунул. А у знакомой, у Оли, не заметили даже у малой. Там вообще страшная ситуация, жесть, и пророс горох в носу. Представляете, это вообще. Ну, так, живчик бегает, слава богу, все хорошо. То, что хорошо заканчивается. Кто напугал нас? Жужик. Жужик напугал, да? Ежик маленький. Маленький ежик.